Добрый день, друзья. Игорь Жабский представляет. Сегодня 5 ноября 2017 года. Я в Оренбурге, гуляю по городу. Сейчас был в центре. Остановка ДК «Газабик». Следующая остановка имени Оренбургского казачества. Уважаемые пассажиры, в целях обеспечения безопасности дорожного движения просим оплачивать проезд при входе в автобус во время его стоянки на остановочном. Немножко показать город Оренбург из окна автобуса. Едем, смотрим. Кто не был в Оренбурге, тот посмотрит. Кто жил когда-то здесь, а живет в другом месте, тоже с удовольствием посмотрит. Ну а те, кто сейчас живет, порадуются. Сегодня я по канапной дороге побывал в Азии, вернулся в Европу. На Азиатском берегу реки Урал, которую я пересекал, я искупался, закрыл пляжный сезон на реке Урал и возвращаюсь домой. Остановка имени Оренбургского казачества. Следующая остановка – Барковская. Так что не только в Примосном крае я в двух местах и открывал и закрывал пляжные сезоны. Ну и вот на южном Урале, на реке Урал, когда я еще буду, не буду ли вообще в Оренбурге и на Урале. А так память уже осталась. Завтра мне улетать уже в Приморский край. Сегодня погода за все время нашего пребывания на Оренбургской земле. Прилетел я 1 ноября вечером. Погода, конечно, нас не баловала, двора же. Шел снег, было ветрено, прохладно. Сегодня ветра нет, солнышко, погода хорошая. Остановка – Барковская. Следующая остановка – Молодежная. Я решил прогуляться. Я показываю вам Оренбург. Хороший город. Просположен на равнине. Степной город. Раньше степи тут были. Тут и Юрий Алексеевич Гагарин учился в летной школе. Очень приятно, наверное, будет посмотреть этот ролик тем, кто когда-то жил в Оренбурге. Сейчас находятся далеко от него. Для них эти кадры будут очень приятные и ценные. Остановка – Молодежная. Следующая остановка – улица 60, Летоктября. Уважаемые пассажиры, в целях обеспечения безопасности дорожного движения просим оплачивать проезд при входе в автобус во время его стоянки на остановочном пункте. Самое интересное и, с одной стороны, трагическое – то, что у меня фотоаппарат вышел из строя. Сделались все настройки и качество изображения может быть хромать. Надо его или менять, где его ремонтировать – я не знаю. А сегодня у меня еще сломался и телефон. Так же я и без телефона, и фактически без фотоаппарата полечу домой. Может, дома будем разбираться. Вот такая вот поездка. Одно радует, что мое участие в первом международном конкурсе «Дива Евразии» было для меня не, как говорится, первым «Блинкомом». Моя работа завоевала приз зрительских симпатий. Три человека получили этот приз. Поэтому работ было около 300. Поэтому все это компенсирует. Кроме того, награждение было в день моего рождения, 3 ноября. Учего подарка на день рождения я не ожидал. Вот такая вот ситуация сложилась. А фотоаппарат, телефон – дело наживное. Как-нибудь выпрутимся. Ну все, друзья, небольшое путешествие по городу закончено. Я отключаюсь. До новых встреч. Пока.